Девушки отдыхают Кого так боялись эти отважные мужчины, женщины, наконец, наступил. Экспедиции «Кантики-2» пришлось запросить помощи. Руководитель проекта объявил эвакуацию. 76 дней 14 человек провели в открытом океане. Терпели лишения, голод, переживали шторма. Неужели это конец? Цель ведь не достигнута. До берега еще несколько сотен морских миль. А может рискнуть еще раз? Вдруг повезет. Субтитры создавал DimaTorzok За полгода до этих событий. Одними из первых подготовку к опасному путешествию еще в Норвегии начали двое русских врачей. В Берген москвич Борис Романов и тюменец Сергей Гольцов прибыли, чтобы познакомиться с командой и сдать экзамен на профессиональную пригодность в местном госпитале морской медицины. Им предстояло стать судовыми врачами экспедиции «Кантики-2». Госпиталь морской медицины – это город в городе. Это совершенно невероятно по технической мощи и оснащенности комплекс, у которого есть собственные суда, вертолетные площадки, реанимации, система дистанционной медицины, распространяющаяся на всю планету. Не удивило, а скорее заинтересовало вот эти возможности телемедицины, когда со всего мира моряки имеют возможность в трудных случаях, в трудных критических ситуациях обращаться за помощью. И они эту помощь получают. Первая экспедиция «Кантики» состоялась в 1947 году. Ее организовал норвежский путешественник Турхердал. На примитивном плоту, не имея устойчивой радиосвязи с Землей, он с командой единомышленников пересек Тихий океан. Потом были и другие не менее опасные маршруты. Начиная с перехода через Атлантику на лодке «Ра», Хердала сопровождал советский доктор Юрий Сенкевич. Он, как ученый, изучал поведение человека в экстремальных условиях, а как искатель приключений рассказывал соотечественникам о том, сколько тайн скрывает мировой океан. Грандиозный проект «Кантики-2» придумал тоже норвежец Таргей Архиграф. В честь столетия Тура Хердала он решил продолжить начатое им дело. Непременное условие – участие русских врачей. Ими стали Борис Романов и Сергей Кольцов. Вся жизнь вышла из воды. Но эта стихия опасна и враждебна для человека. Случиться может что угодно – от порезов до укуса ядовитой медузы. Потому норвежские специалисты тщательно тестируют русских докторов. По протоколу норвежцы должны осуществить измерение давления, какие-то другие манипуляции. Мы сразу же с Борисом приступали к оказанию реанимации. Мы сразу же заходили, что называется, в вену, фиксировали магистральный сосуд для того, чтобы контролировать давление. И только потом приступать к его измерению. Тем самым мы шокировали норвежцев и добились такого прочного, я бы сказал, ярлыка «Crazy Russian Doctors» – сумасшедшие русские доктора. Наша задача – это держать связь с наземными службами. Это вот именно с радиомедика. Мы были обязаны извещать эту службу о всех инцидентах, которые произошли на плоту. Впервые в полном составе кантиковцы встретились в Перу. На верфях в Лиме им предстояло собрать два плота. По технологии, которую использовали сотни лет назад. Нынешние покорители океана работали очень по-русски. Глаза боятся, руки делают. За короткое время освоили профессию древних плотников. Вот так, например, бамбук превращается в настил для палубы. Будущее каюта тоже делается легко и непринужденно. Она станет домом для кантиковцев на ближайшие полгода. Подобный плот Таргей Архигров уже собирал однажды для экспедиции Тангароа. В 2006 году он проследовал маршрутом Турахьердала. Конструкцию для «Кантики-2» существенно доработали с учетом новых фактов, обнаруженных при раскопках. Помимо членов команды, в порту Калья утрудились студенты и выпускники норвежской школы мореплавания. Мы стараемся работать по 12 часов в день. Я глубоко убежден, у нас все получится. Строительство двух плотов доставляет мне истинное удовольствие. Я бесконечно рад, что у нас есть большая команда волонтеров, которые тратят свое время и деньги, помогая нам. Без них это было бы невозможно. Основа плота – огромные бальцевые бревна. 11 продольных и 10 поперечных. Все скрепляются с помощью веревок, никаких гвоздей. О необыкновенных свойствах бальцы хорошо знали древние. Дерево легкое, плохо впитывает влагу. Идеальный материал для трансокеанических вояжей. Когда мы 20-го числа прибыли на верфь, плоты напоминали скелеты. То есть они в зачаточном состоянии там стояли. И наша задача была обтянуть их мышцами и кожей. Я посмотрел, думал, что, наверное, месяца три еще мы будем строить. Опыта у меня никакого не было. Опыт я приобрел уже в результате строительства. Сначала, как только мы прибыли туда, мне дали швабру, метлу, убирать строительную площадку. Потом я подключился к постройке палубы, так что вся палуба сделана моими руками. Из бамбука мы ее делали. Потом мы вязали канаты, строили хижину. На всех участках я работал. Чтобы вдохновиться и получить своеобразное благословение перед отпытием, кантиковцы побывали в древнем городе инков Мачу-Пикчу. У коренных обитателей Америки есть чему поучиться. Город в облаках инки построили на высоте 2500 метров над уровнем моря. Огромные камни подогнаны так плотно, что специалисты до сих пор не могут однозначно сказать, как это было сделано. Мы прониклись вот этим духом, духом этой культуры. Потрясающе совершенно, как люди возводили здания на такой высоте, высокогорье, как они подгоняли камни. Ну, то есть, кажется так, что это делали не люди, а инопланетяне. И какие-то технологии совершенно уникальные применяли. На самом деле это все сделано действительно руками. Древние инки пересекали на примитивных судах огромные расстояния. Это в 1947 году доказал знаменитый норвежец Турхирдал, когда с командой единомышленников он за 101 день достиг острову Французской Полинезии. Его плод носил имя героя местных сказаний Кантики. По легенде, он приплыл с востока и основал полинезийские поселения. Впрочем, Кантики доказал лишь часть теории Турхирдала о том, что древние народы на плотах могли плавать в западном направлении. Вторую часть, которая утверждала, что был и обратный путь, взялся проверить Таргейр Хигров. Спустя почти 70 лет он решил дойти до острова Пасхи, а потом вернуться в Южную Америку. Пересечь Тихий океан дважды, в западном и, главное, восточном направлении. В современной истории это еще никому не удавалось. Мы прибыли туда где-то в середине строительства и должны были через 10 дней уже стартовать. Но в силу всевозможных бюрократических задержек это все затянулось, там подвозка материалов несвоевременная. Одна комиссия сменяла другую, проверяли состояние плотов, состояние связи, состояние спасательных средств. И мы все спрашивали Таргера, когда, когда? Он говорит, завтра, завтра, завтра. В итоге стартовали мы 7-го числа. Таргера 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 Первый этап экспедиции стартовал в ноябре 2015 года. Тупак Юпанки и Раи Титаны отбуксировали на несколько миль от берега, где их подхватило океаническое течение Гумбольта. Оно начинается у берегов Антарктиды, проходит вдоль всего побережья Южной Америки и поворачивает на запад. Идеальный маршрут для неповоротливых примитивных судов. Команда плота — семь человек. Большинство, как и руководитель экспедиции Таргейр Хигров, норвежцы. Многие в свое время закончили мореходное училище, где обучались парусному делу. Тупак Юпанки состоял исключительно из мужчин. Капитаном этого плота в первой части путешествия был давний соратник Хигрова Ойвин Лаутен. Заместителями Ойвина на Тупаке были Хокон Ли и сам Таргейр. Команда плота Раи Титана состояла из трех мужчин и четырех женщин. Капитаном здесь была Карри Дал. Ее первыми помощниками по протоколу считались исполнительный директор экспедиции Пол Борисен и Сесиль Морицен, которая отвечала за науку. Судовой врач Кантики-2 Борис Романов. Один доктор на два плота. Помимо представителей Норвегии и России, также до острова Пасхи поплыли англичанин и чилиец. Субтитры делал DimaTorzok Когда я отправлялся в экспедицию, я хотел быть плохим матросом. Я думал, лучше я буду самым плохим матросом, чем самым лучшим доктором. Вот так. И слава богу, ничего такого серьезного не было в экспедиции. 14 членов экипажа, два плота и один доктор. За здоровье всей команды отвечал врач Борис Романов. Были моменты, когда я включался. Это, прежде всего, у меня были проблемы с Эстебаном Контреросом. Человек плохо себя чувствует, у него кружится голова, наказывает тошнота, рвота. Вот. И действительно, это вылилось все в морскую болезнь. Вот. Она у него приняла затяжной характер. Она его стала изнурять. У него появились депрессивные наклонности. И вообще, как известно, 5% всех эвакуаций судов, когда нужно в каких-то случаях эвакуировать экипаж или пассажиров, это как раз затянувшийся случай морской болезни. То есть люди, кому просто противопоказано море. Вышли мы из ситуации просто, я ему сделал инъекцию препарата, который остановил это состояние, и Эстебан продолжил путь. Хотя мы были уже на грани того, чтобы его снимать с плота. Человек ко всему быстро привыкает. Жизнь покорителей океанов тоже довольно скоро стала рутиной. Плыли, вели научные изыскания, готовили еду и наслаждались потрясающими видами. Вообще, самое мое любимое занятие было – это смотреть на море, потому что ни одного похожего пейзажа, ни одного похожего момента не было. Просто море, оно зачаровывает. Постоянные смены положения воды, света, облака. То есть можно смотреть часами. Я так и делал, мне нравилось очень. Перед Кантики-2 было несколько задач. Одна из главных – проведение большого количества научных исследований. Работа получилась масштабной. Ученые на плотах вели наблюдение за состоянием Тихого океана и изменением климата. Отдельное внимание – проблеме пластика в Мировом океане. Это приборы для научных исследований, которые мы проводим. Мы опустим наши датчики на глубину примерно тысячи, две тысячи, возможно, даже три тысячи метров. Все для того, чтобы увидеть морскую жизнь, узнать, сколько там рыбы, сколько планктона. Рои, Титана и Тупак, Юпанки – хоть и примитивные, но все же морские суда. А главное на корабле – это порядок. Все члены экипажа несли вахты. Два человека по четыре часа. Днем и ночью, при любой погоде. Утомительно было, конечно, стоять, четыре часа вахту нести. Вот эти вахты – собачья вахта, рыбатская вахта, когда хочется спать. Это было, конечно, тяжело достаточно, но мне нравилось. Вахтиным нужно было следить за курсом, обстановкой, парусом и поправлять шверты, или, как называли их кантиковцы, гуары. Это такие доски, которые расположены в носовой и задней части плота. Погружая их или, наоборот, поднимая на определенную высоту, можно менять курс. Если ошибиться, то огромные волны, как щепки, сломают толстенные рули. Посмотреть 42 дня в океане, из этих 42 дней, дней 12 только была солнечная погода. Остальное время – это лохматые облака, которые цепляют за воду. Волны там 4, 5, 3 метра. Ветер и дождь. И когда плот несется в темноте, становится немножечко не по себе. И каждые полчаса надо делать обход. Посмотреть, все ли на местах, все ли снасти закреплены. Зальерные ограждения цеплялись карабином, тросом и осуществляли обход. Чтобы нас не смыло. Потому что если тебя смоют, это все, это стопроцентная смерть. В первой части экспедиции «Кантики-2» удача сопутствовала путешественникам во всем. Все время долл нужный ветер. Течение быстро несло платы к цели. Всего за 42 дня отважные мореплаватели преодолели 3770 километров. В конце декабря кантиковцы, наконец, увидели Землю. По этому случаю на тупак Юпанке распечатали припасенную бутылку вина. Мы шли курсом заданным, где-то 10-40 градусов. И вдруг, как это помните, я вижу часто гористые земли. Это уже верно. Вдруг мы видели на горизонте, в дымке, очертания гор синего. Я был на вакте с Карри, и она посмотрела на меня, у нее навернулись слезы, мы с ней обнялись, расцеловались. У нас, у нее, наверное, тоже такие же мысли были, что закончилось путешествие, но жаль, что оно закончилось. Но если для одних экспедиция завершилась, то для других членов команды она только начиналась. На острове Пасхи предстояла смена экипажа. Обратно на восток, в сторону Южной Америки, команда поплывет уже в обновленном составе. Капитаном второй части экспедиции на тупак Юпанке стал Ола Боркфьорд. Он платы построил, он же повел один из них дальше. В команду пришло четверо новичков. Перуанец Роберто Сало, его назначили заместителем капитана. Швед Джимми Блом и два норвежца, Эрик Классен и Эрланд Коппергард. На Раи Титаны произошли более кардинальные перемены. Вместо четырех женщин осталось только трое. Капитан Сигне Меллинг. Ее заместители – знаменитая покорительница Антарктиды Ли Фарнесен и Педро де Ла Торо. Лив сменила на посту директора экспедиции Пола Борисона, а Педро теперь отвечал за науку. Вместо доктора Романова от Пасхи к Южной Америке поплыл врач из Тюмени Сергей Гольцов. Для нас первые дни на острове Пасхи уже означали начало пути домой. Первый шаг на плод – это уже начало пути домой, ведь мы шли на восток. И как-то мы были немножко в другой тональности, я бы сказал. Мы были в некотором философском волнении, в ожидании. И поэтому нам было интересно. Пересменка на острове Пасхи происходила как телефонный разговор в одну сторону. Мы принимали, для нас было все новое, мы выспрашивали. А наши друзья по первой части экспедиции с щедростью делились с нами тем, что может произойти в океане. Плоты все это время стояли на некотором расстоянии от берега. Ближе подплывать опасно, слишком неповоротливые и громоздкие конструкции. На острове Пасхи нужно было сделать основательную ревизию, починить то, что вышло из строя, заштопать парус и пополнить провиант. Чтобы эксперимент был достоверным, на борт взяли только вегетарианские продукты. Все понимали, что обратный путь в Южную Америку наверняка будет сложнее и труднее, но успешно пройденный первый этап окрылил путешественников. Получилась первая часть «Кантики-2» справиться и со второй. Могли же древние. Почему бы не сделать это и мореплавателям 21 века, пусть и на примитивных плотах? Есть же карты, онлайн-прогноз погоды, связь с землей. Все получится. По замыслу организаторов мы должны были 6 января выйти с острова Пасхи и двинуться на юг-юго-восток по направлению к 40-м ревущим широтам, достигнув которых спустя некоторое время мы должны были отдаться во власть господствующих там западных ветров и стремительно пойти к берегам Южной Америки. Ориентировочно на все путешествия отводилось порядка 7-8 недель. И мы должны были оказаться у берегов Южной Америки в конце февраля, в первых числах марта. В начале января 2016 года стартовал второй этап «Кантики-2». Тысячи морских миль, ни одного клочка суши на пути и ревущие сороковые. Это пугало и вдохновляло одновременно. Впереди неизвестность. Таким маршрутом на плохо управляемых парусных плотах из современных путешественников еще никто не ходил. И пройдет ли – неизвестно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok